Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Ежегодно 20 ноября в субъектах Российской Федерации проходит Всероссийский день правовой помощи детям. По всей стране проводится ряд мероприятий, направленных на оказание бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. В Рязани эта практика только набирает обороты. Об этом мы не только говорим с нашей гостьей Натальей Пихиной. 20 числа с 11 до часа будет вестись прием в Доме общественных организаций. Его организуют общественные организации, некоммерческие организации. С инициатором выступила организация «Обещание» по инициации, наверное, Министерства юстиции Рязанской области. И здесь будем приемы вести руководителей некоммерческих организаций, родителей детей с ограниченными возможностями. Будут разъясняться разные правовые вопросы, составляться ходатайства, письма, жалобы. То есть это основа этого дня, то есть это задача этого дня. Как Вы думаете, какое количество человек удастся принять? Это будет наверняка в порядке какой-то живой очереди? Ну, планируется привести вначале круглый стол, осветить определенные вопросы для руководителей некоммерческих организаций, чтобы они могли довести до своих подопечных всю информацию. И потом будет вестись прием людей, кому необходимо. В основном родители. Обычно юридических вопросов всегда очень много, потому что сейчас меняется законодательство. С 1 января 2015 года вступает новый закон 442-й об основах социального обслуживания населения Российской Федерации. Там меняется концепция социального обслуживания, а это напрямую касается семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Поэтому я думаю, что вопросов будет немало. Ну, может быть, вот такие темы стоит осветить, собрав всех в одном месте и разъяснив всем сразу, потому что, как правило, вопросы наверняка будут похожи. Сложная работа с семьями, именно воспитывающих детей с инвалидностью. Почему? Потому что ребенка нужно где-то оставить. Да, кто-то находится на лечении, кто-то еще где-то в санаториях. Ну, то есть собрать сразу максимально, потом дети учатся. Это очень сложно. Поэтому приняли решение, как раз Совет общественных организаций, что все-таки больше упор сделаем на руководителей, а они уже, в свою очередь, доведут эту информацию непосредственно до родителей. Один день в году. Насколько это эффективно все-таки? Сейчас есть интернет. Я понимаю, платными услугами специалистов воспользоваться могут далеко не все, тем более семьи, у которых есть проблемы какие-то. Часто это бывают финансовые проблемы, если ребенок инвалид, там другие немножко приоритеты. Но, тем не менее, всего лишь один день. Этого мало, но, вы знаете, постоянно и общественные организации, в том числе, проводят, уполномоченные по правам ребенка в Рязанской области, постоянно проводят выездные мероприятия. У нас у фонда проходил, шел проект «Школа особых родителей», где мы выезжали в районы и на местах в нашем центре проводили и юридические консультации, готовятся к изданию книга «Особых родителей». Сейчас пересматриваются некоторые статьи в связи с изменившимся законодательством. И, вы знаете, потребность огромная. Но думаешь, ну что, одно и то же. То есть закон не менялся с 95-го года, например, в социальном обслуживании. Что может быть нового? А оказывается, на самом деле, родители не знают элементарных прав. Не знают или не хотят знать? Я думаю, что не знают. Потому что у нас все-таки есть такая закрытость информации. Хотя доступ сейчас везде до информации есть. Да, в принципе, зайди в интернет и посмотри. Но, к сожалению, в отдаленных районах где-то нет интернета, где-то родители не умеют там пользоваться. Кто-то в силу, понимаете, узнав о серьезной болезни своего ребенка, сталкиваешься с такими проблемами, что иногда бывает и не до прав, и не до льгот. Стоит здоровье и жизнь ребенка в первую очередь. И поэтому родители как-то некоторые моменты упускают. И когда уже немножечко приходят в себя, сталкиваются с этими проблемами, а информации как бы такой вот структурированной и полной нет. Поэтому хорошо бы, конечно, чтобы юристы выезжали, консультировали. Вот вы сказали, вы ездили специально к семьям. Как вы их выбирали? Или они вас находили? Мы сотрудничали с Министерством социальной защиты населения Рязанской области. В принципе, на базе комплексных центров здесь очень хорошо работали. То есть у них есть база своих подопечных. Они их собирали по списку, приглашали, кому интересно. Но мы как раз вот здесь сделали, что мы приглашали семьи с детьми. Мы детей задействовали, какой-то спектакль привозили, например, театр драма нам очень хорошо там помогал. Либо какое-то шоу привозили, чтобы детям было интересно, пока родители занимаются решением своих вопросов. Дети в это время могли просто как бы отдохнуть. А поподробнее о книге, которая в скором времени должна выйти. Что там будет? Это будет больше свод законов каких-то, правил, скажем так, шпаргалок, куда можно обратиться? Да, там будут и шпаргалки, куда можно обратиться. Там будут полезные телефоны обязательно. Там есть и выдержки из закона, касающихся семьи детей с инвалидностью, и комментарии специалистов. Нам прокомментировали эти статьи в свете соответствия с рязанским законодательством, с определенными нормативными документами Рязанской области, Министерства социальной защиты, Министерства образования, МСЭ. То есть у нас идут уже, скажем так, детально проработанные. Там есть и формы заявлений, и есть особенности в соответствии с рязанским законодательством. То есть человек может прийти куда-то со своей проблемой, просьбой. Если у него что-то не получается, он может показать книжку, сослаться на нее и сказать, что здесь так написано. Может, конечно. Работали грамотные юристы, и это все посмотрели, как бы привели к экспертизу компетентные министерства и ведомства, которые непосредственно занимаются этим. Давайте о 20 числе немножко. С которого час начнется прием граждан? Прием граждан начинается с 11 часов и будет вестись до 13 часов. 20 ноября в Доме общественных организаций. Этого времени хватит? Надеемся, что да. День правовой помощи детям. Там задействованы целевые группы. Это дети-сироты, дети о старшем обеспечении родителей, это приемные семьи и дети с инвалидностью. Поэтому здесь будут работать несколько пунктов, где можно получить юридическую помощь. Это и уполномоченные по правам ребенка Рязанской области, это и Министерство образования, Министерство социальной защиты населения будет вестись прием. И уже приглашали нашу организацию, чтобы наши подопечные пришли, получили консультацию. Это будет и в Рыбновской школе, в школе-интернате. Ну, то есть достаточно много будет пунктов. И, по-моему, еще Министерство дела молодежи. Опыт других регионов вы изучали, прежде чем собраться, провести вот такое мероприятие? Ну, вы знаете, закон достаточно новый и такого опыта большого. Но в любом случае всегда, конечно, опыт коллег всегда очень важен. Очень эффективно зарекомендовали себя такие встречи с руководителями Министерства ведомств. Например, у нас была встреча с Министерством социальной защиты, по санаторно-курортному лечению, с Министерством здравоохранения, по лекарственному обеспечению детей с инвалидностью. И вы знаете, на самом деле это очень эффективно и качественно. Почему? Потому что задаются конкретные вопросы и получаются конкретные ответы. И если есть какая-то острая проблема, то она решается буквально в течение двух-трех дней. То есть это, я считаю, что очень важно. И этот опыт мы будем в дальнейшем тоже использовать. Наверное, больше спрашивают о льготах. Вы знаете, о льготах. Есть конкретные вопросы, касаемые каждого ребенка. То есть санаторно-курортным лечением. Почему именно этот санаторий? Почему не другой мы вот в этот хотим? Ну, то есть по обеспечению техническими средствами реабилитации очень много вопросов тоже. Ну, то есть когда разъясняются... Ну, знаете, всегда немножко страшны эти встречи для организаторов. Потому что, ну, немного страшно, наверное... Один на один остаться человеком, у которого горе. И он понимает, что ему нужна помощь. Но иногда вот от того, что не знаешь, как спросить, не знаешь, как сказать, получается немножечко коряло. Да, конечно. И вот если в начале как бы какая-то немножечко идет такое недопонимание в начале встречи, то в конце встречи, когда разъясняются все вопросы, когда как бы объясняется четко, понятно все, родители успокаиваются и, в принципе, видят, что конкретно решается их вопрос, их проблема. И, в принципе, вот это все уходит. И агрессия уходит, и как бы непонимание между сторонами, да. И я думаю, что это очень важно. Хорошо бы, наверное, в дальнейшем, вот как раз в день правовой помощи детям, может быть, и такие тоже встречи проводить. Если вот сейчас наши телезрители что-то пропустили, не услышали, где что будет, посмотреть информацию перед этим днем где можно? Это можно посмотреть на сайте Министерства юстиции Рязанской области и на сайте Дома общественных организаций. И если к вам не попадут в этот день те, кто желал бы приехать, что делать им? Может быть, опять же, на сайте можно вести какую-то переписку, блог, еще что-то? Можно к нам на сайте обратиться, на сайте фонда БФ Наши Дети.ру, либо в социальных сетях, в группе ВКонтакте, в Фейсбуке. То есть наши юристы тоже ответят на любые интересующие вопросы. Главное не сидеть на месте и пытаться помогать себе всеми возможными способами. Конечно. Конечно, от этого зависит в первую очередь и социальное положение семьи, и здоровье ребенка. Потому что в зависимости от того, как мы знаем свои права, как мы правильно себя ведем, зависит очень многое. Быстрота, наверное, эффективность решения определенных проблем. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова